Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава книги притчи читаю для библейского портала экзегет перевод российского библейского общества Малый Соломонов сборник, такие поэтические яркие изречения, несколько более яркие, чем в предыдущем большом сборнике, но может быть и более разрозненные такие Бежит нечестивец, хотя никто за ним не гонится, а праведник невозмутим, как лев Праведность — это внутреннее чувство стержня, того, что не дает себе растекаться в разных направлениях и страшиться там, где нет повода страшиться Когда в стране смута, правителей много, но с правителем разумным и сведущим страна устоит Многовластие, и очевидно, что оно возникает как раз от глупости правителя, а не от внешних причин Кто-то там агентов заслал, да нет, правители или разумные сведущие, или правителей много, потому что он не справляется со своими обязанностями Бедняк, притесняющий нищих, что ливень, смывающий посевы То есть, вероятно, нищих тех, кто еще ниже его, вот на этой социальной шкале, у кого еще меньше Кто забыл о законе, восхваляют нечестивцев, но кто хранит его, тот борется с ними Как раз примеры нечестивцев, в частности, бедняк, притесняющий нищих, и, соответственно, очень важно бороться с этим Не просто самому не делать, но и другим не давать Злые люди не понимают справедливости, но ищущие Господа поймут ее сполна А если что-то неясно, то вот действительно справедливость — это не просто абстрактный принцип, это то, что отражает волю Бога об этом мире И поэтому человек, который ее ищет, он поймет ее Лучше бедняк, что живет непорочно, чем богач, чьи пути превратны Такая некоторая банальность, но раз уж мы говорим о богачах-бедняках, нужно о ней напомнить Человек измеряется не размером своего имущества, а какими-то своими внутренними качествами Разумный сын соблюдает закон, а кто водится с беспутными, позорит отца Тоже логично и довольно понятно Ростовщик, что на судах наживается, копит для того, кто милостив к бедным Значит, ростовщик, он одалживает деньги, причем одалживает, скорее всего, беднякам, богачам-то к чему Берет с них большой процент и наживается на них А другой человек милостив к беднякам, он отдает им, вероятно, даже безвозвратно И вот имущество ростовщика перейдет к этому благотворителю Вот как неизвестно, у нас уже это было, что нечестивец копит для праведника Собирает то, чем праведник потом распорядится Вот как-то Господь это устраивает Кто слов закона слушать не хочет, у того и молитва мерзость Значит, молитва сама по себе не работает, если человек не живет по закону Кто заманивает честных на путь зла, в свою же яму попадет А кто не порочен, тому благая доля Яма, то есть ловушка, которую он вырывает для того, чтобы честных людей туда поймать И вот он попадает в эту самую яму сам Уже у нас было это в книге притчи, да и русская поговорка такая есть Богач себя мудрецом воображает, но умный бедняк его раскусит Вот такая история прямо как из какого-то комедийного представления Да, умный бедняк, который торжествует над богачом, лишь воображающим себя мудрым Когда праведники торжествуют, царит ликование Возвышаются нечестивцы и прячется человек Весь народ страдает, да, а не просто кто-то отдельный И весь народ радуется, когда праведники торжествуют Скрываешь свой грех, добра не жди Признаешь его и отвергнешь, помилован будешь Что такое покаяние, да, признать и отвергнуть Две вещи важны Признать, значит, согласиться с тем, что это было Но и отвергнуть, перестать это делать Даже не просто перестать, но Как бы отказаться от самого этого желания Отказаться от той радости, которую в этом находил Блажен, кто всегда страшится Господом А жестокосердный попадает в беду Почему жестокосердный противопоставлен тому, кто страшится Господа? Потому что страшиться Господа — это не просто некоторое его внутреннее настроение Это образ жизни И, соответственно, это человек, который с другим общается так, чтобы не оскорбить Бога Лев рычащий, медведь свирепый — таков дурной правитель для бедного людо На гербах рисует там львов, орлов, всяких хищных зверей Вот это бывает так, что хищный зверь, он для собственного народа терзает его Чем глупее правитель, тем больше поборов Но продлятся дни того, кто чушит корысти Налоговая политика, много налогов — это признак глупости Правитель думает, что он много денег получит, а он тем самым разоряет свой народ Кто отягощен кровопролитием, пусть до могилы скитается, пусть не находит приюта Вот бывает угнетение финансовое, бывает еще и кровавое угнетение, когда отягощен кровопролитием правитель Кто живет непорочно, будет в безопасности, а кто ходит кривыми путями, нежданно упадет Мысль такая, ну, с которой можно поспорить, так ли уж всегда непорочно живущие в безопасности Но мы много раз встречали, что вот сама праведность становится для человека убежищем Не в том смысле, что с ним ничего дурного не происходит А в том смысле, что он находит в ней источник своей радости и может противостоять этому злу в своей жизни А кто ходит кривыми путями, нежданно упадет То есть сами пути его сбивают с ног, вот сами эти Ну, как если ходишь какими-то там тропками в лесу темным, где вообще непонятно что Ну, конечно, рано или поздно споткнешься и запутаешься, да Кто возделывает землю, будет сыт, а кто за пустотой гоняется, хлебнет нищеты Есть такая жизнь настоящая В книге притчи это практически всегда земледелие или пастушество, да Вот жизнь на своей земле, своим трудом А есть всякая такая вот погоня за фантазиями, гоняется за пустотой Вот он придет к нищете Сто крат благословен человек верный, а кто рвется к богатству, не уйдет от возмездия Не сказано, что богатство плохо, а вот рваться к нему Делать его центром своей жизни, вот это плохо Пристрастность дело недоброе Грешит человек ради ломтя хлеба Вот ради малейшей выгоды ломтя хлеба человек грешит Вот пристрастность, а что такое пристрастность? Это кому-то оказать предпочтение перед другим, хотя для этого нет оснований На суде оно не обязательно, в делах, даже в общении, в отношениях Вот чуть-чуть я хочу получить больше, и человек совершает грех ради очень незначительной прибыли Алчный торопится обогатиться, но не знает, что ступает за ним нищета В каком смысле? Вот он, очевидно, так старается стяжать богатство, что в результате только разоряет сам себя Скорее отблагодаряет себя за упреки, чем за льстивые речи Мудрецы, конечно, потому что мы уже не раз это видели, что честный упрек То есть указание на то, что не так у человека лучше, чем лезть, чем лживые его восхваления Кто обирает отца с матерью, приговаривая, нет в том греха, тот заодно с разбойниками Нет в том греха, чего это он так говорит Очевидно, если я ворую другого, ну, это явный грех А если я беру отца с матерью, это вроде как мое Я же тоже их, я же их наследник Но это то же самое, что разбой Они старенькие, они не могут противостоять тебе Вот ты пришел и забрал силы, считай Корыстный человек затевает раздоры А уповающий на Господа благоденствует Корыстный человек затевает раздоры Какая ему в том корысть? А там, где конфликт, там всегда возможно что-то урвать Кто только на себя надеется, глуп А спасется тот, кто ходит путями мудрости А ходит путями мудрости, стало быть, надеется не на себя Но не только на себя, да, потому что Тут у нас уже было «Готови ткани на день битвы» То есть на Бога надейся, а сам не плашай Хорошая русская поговорка Но вот если только сам не плашай, то глуп Кто делится с бедным, не знает недостатка А кто закрывает глаза, умножает себе проклятие Закрывает глаза, очевидно, на бедняка Не вижу, не слышу, не хочу наблюдать, что здесь кто-то просит о помощи А делится с бедным и не знает недостатка Вот этот постоянный мотив книги-притчи, что щедрый не будет голодным Возвышаются нечестивцы и прячется человек Погибают они и множатся праведники Смотрите, нечестивцы, как сорняки, они забивают праведников Сорняки что такое? Это дикие растения, которые не дают культурным расти Вместо пшеницы растет там лопух какой-нибудь, да? Он сильнее Вот объективно так получается, что лопух сильнее Он вытесняет пшеницу И нечестивец сильнее Вытесняет Значит, должен быть кто-то, кто выдирают сорняки Должен быть кто-то, вот в данном случае В притчах это, скорее всего, царь Справедливый, честный царь, который выдирают нечестивцев И тогда праведники сами умножатся Ну а что хорошего бывает, когда умножаются праведники Об этом мы читали, ликует народ 28-е на этом завершается Субтитры создавал DimaTorzok